Итак, тема круглого стола сформулирована. Это подготовка экономических и управленческих кадров с инженерными компетенциями на базе профильных технических вузов, таких как военнослужащие. Быть или не быть? Ну, тема на самом деле не нова, поскольку у нас, например, в вузе, где-то около 20 лет назад, чуть больше, был уже организован факультет международного промышленного менеджмента, основная задача которого была именно подготовка специалистов такого профиля гуманитарного управленческого на базе опыта и потенциала основных направлений специальностей, по которым мы готовим специалистов. Первые учебные планы действительно имели хорошую техническую составляющую. И, как показал опыт, и вот сейчас уже можно посмотреть назад, наиболее успешными выпускниками в карьерном росте, в трудоустройстве, были как раз выпускники вот этого первого набора, вот с теми учебными планами, которые именно содержали инженерные компетенции. Далее произошло то, что произошло. В силу экономических условий не так много выпускников шло работу по специальности на предприятиях. Рынок диктовал, что нужны, так сказать, работники в банке, сфера обслуживания, торговля и так далее. Возникало много малых предприятий. И постепенно вот эти учебные планы стали трансформироваться. Тем более, чтобы востребованность была не так велика со стороны таких крупных промышленных предприятий. Сейчас мы видим другую картину. Сейчас нужно именно специалисты, управленцы, которые, и это из бесед с ведущими специалистами предприятий и с руководством, нужны управленцы, специалисты, экономисты, которые хорошо разбираются и в предметной области. То есть такая задача возникла и, как говорится, ее поставлена и ее нужно решать. Что может в этих условиях дать, какие преимущества технического профильного университета? В первую очередь, это большая база данных по стратегическим партнерам, по предприятиям, которое накоплено в результате десятилетий совместного сотрудничества. Значит, в результате вот этих совместных работ, договоров, понятна ситуация с кадровым обеспечением, что нужно, какие корректировки в учебные планы нужно вносить. Второе. Мы по-прежнему готовим по большому спектру высокотехнологичных направлений специальностей. И у нас в этом плане есть большой научно-педагогический потенциал, который позволяет оперативно корректировать учебные планы по заявкам заказчика и удовлетворять практически все заявки, которые возникнут. Именно в части инженерной компетенции. И нельзя забывать, что уже сформировались хорошие школы и управленческие за эти 20 лет, и экономические, и этот СИПИОС, так сказать, может как раз сформировать моблик выпускника по потребностям заказчика. Какие возможности образовательной траектории? Ну, база, о которой пойдет разговор, это, понятно, стандарт по направлению экономика, менеджмент, управление персоналом, лингвистика. И надо посмотреть, насколько можно его насытить в рамках разумного и обеспечения стандарта соответствующими инженерными компетенциями. Второй подход, который используется тоже в ВУЗах. Базовое образование, техническое, уклон на экономико-управленческие компетенции. Тоже в рамках разумного. Третий подход, это переподготовка и повышение квалификаций. Но еще параллельно нельзя забывать, что уже существуют программы и по линии Керпита, вот Санкт-Петербурга, правительство очень заботится в этой части. То есть выделяется средство на программу дополнительной подготовки студентов, старших курсов в ВУЗах основных образовательных программ. Это тоже дополнительный ресурс. Вот, то есть образовательные траектории существуют. Теперь, если посмотреть в свете ГОС-2, это стандарты предыдущего поколения, и федеральные государственные образовательные стандарты, и сравнить их в части реализации того подхода, который здесь будет обсуждаться, то очевидно, что новые стандарты, они более перспективны в части реализации, как раз подготовки специалистов экономико-управленческого профиля с инженерными компетенциями. Если где-то потенциально можно было в вариативную часть включать инженерные компетенции в рамках ГОС-2 примерно до 500 часов, я так грубо говорю, то по ГОС возможности практически неограничены. Там можно назвать и 40% от общего объема. А если взять еще и подключить магистратуру, поскольку сейчас мы уже переходим на уровневую систему, и эти направления только представлены бакалавриатом и магистратурой, то там возможности еще более неограничены. Вопрос стоит только в том, чтобы оценить необходимость, предприятие-заказчик выставляет требования, мы можем скорректировать соответствующие программы, открывать новое направление как в бакалавриатии, так и в магистратуре, и в принципе технически миссия выполнена. Спасибо за внимание.